Сияй в Бавруйске прошел новогодний бал для одаренной молодежи. Я благодарна организаторам за такую невероятную возможность. Как это было? Защитники неба в стране отмечают день радиотехнических войск. Хочу поздравить всех военнослужащих, ветеранов. Кто ежедневно на страже безопасности. Сказочный парад. В городе пройдет шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Мы все ожидаем, что это будет очень интересно, незабываемо. Какие улицы окутает волшебство. А также перспективное строительство, благотворительный месяц и стабильный курс. В Беларуси зафиксирован рост рублевых сбережений. Какой объем вкладов? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Триумф праздника в Бавруйске прошел пятый юбилейный новогодний бал. Актовый зал Центра доп. образования детей и молодежи окутала атмосфера волшебства. На светском вечере собрались лучшие учащиеся города. Всего 42 пары. Приглашение на торжество они получили за высокие результаты в учебе, творчестве и спорте. Вместе с одаренной молодежью в сказку погрузилась и администрация города. Молодой дневал – ежегодная традиция, которая проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети». Какие они сегодня креативные, как они любят танцевать, как они любят свой город. И на самом деле мы, взрослые, постарались сделать для них этот праздник. Но тем более, что сегодня у нас юбилейный пятый бал проходит в городе Бавруйске. Действительно уровень понимать, что ты находишься в такой атмосфере, в таком окружении, с такими прекрасными педагогами, среди таких замотивированных ребят. Я благодарна организаторам за такую невероятную возможность побывать на этом мероприятии и вообще быть частичкой невероятного проекта – это действительно достойно глубокого уважения. Традиционно на озерском празднике выбрали короля и королеву бала. За звание боролись все очаровательные леди и галантные кавалеры. В финальном танцевальном батле встретились три пары. Результатом импровизационных номеров обладателями почетного титула стали учащиеся 30-й школы – Валерия Новикова и Кирилл Толок. Подробности смотрите в воскресенье в 20.30 в итогах недели. Всегда на страже. В стране отмечают день радиотехнических войск. Они по праву считаются ушами и глазами вооруженных сил. Воздушная разведка и выдача информации – главные задачи, с которыми первоклассные специалисты справляются на все сто. Качественный мониторинг воздушного пространства возможен благодаря современным радиолокационным системам. Станции обнаруживают летящие цели на высоте от 50 метров до 25 километров. 15 декабря в этом году впервые отмечается день радиотехнических войск. Этот праздник утвержден приказом министра обороны. Поэтому хочу поздравить всех военнослужащих, ветеранов радиотехнических войск с этим праздником. Пожелать мирного неба, счастья и благополучия. Это единственный род войск, который выполняет боевые задачи в мирное время. Каждый из нашего боевого расчета, независимо от того, начальник – это либо рядовой, либо рефрейтор, несут дежурство. И очень каждый человек важен. И в зависимости от того, как складно будет работать этот коллектив, от этого будет зависеть полностью выполнимая задача, поставленная нам. Специалисты с честью выполняют все поставленные задачи и в любой момент готовы четко среагировать и предотвратить опасность. В условиях сложной внешнеполитической обстановки это актуально как никогда. Национальная валюта, рост прибыли и вопрос здоровья в Беларуси продолжает распространяться корь. Сколько заболевших? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Рост рублевых сбережений зафиксирован в Беларуси. На депозитном рынке продолжается увеличение вкладов в национальной валюте. За предыдущий месяц объем – 170 миллионов, за год – полтора миллиарда. В свою очередь, вложение иностранных инвестиций населения в январе-ноябре текущего года снизилось на 17%. Прибыль от экспорта продукции промышленных предприятий может достичь 2 миллиардов долларов. В этом году республика расширила территорию поставок от Армении до Китая. В отрасли занято свыше 2000 компаний. Наиболее популярные позиции – ковры и отечественный лен. Один из крупнейших текстильных заводов Европы – Оршанский комбинат – занимает 8% мирового рынка. В Беларуси продолжает распространяться корь. С начала года выявлено 160 подтвержденных случаев. По сообщению Минздрава, ситуация с заболеваемостью под контролем. Чаще всего болеют дети без прививки. Из общего числа – 75%. Основные регионы – Брестская, Гомельская и Минская области, а также сама столица. В республике планируют построить завод по производству жиженного природного газа. Проект будет реализован в рамках сотрудничества с «Газпромом». 7 тысяч коммунальных, более 2,5 промышленных предприятий, а также свыше 3 миллионов бытовых абонентов-потребителей. Уровень газификации страны – 83%. Новогодняя благотворительная акция «От всей души» стартует в республике 3 января. Впервые такая инициатива прошла в начале 2023-го и охватила почти 150 тысяч человек. Цель марафона – проявление заботы и внимания по отношению к старшим, оказание помощи и поддержки, а также развитие межпоколенческого формата от детей пожилым людям. Всегда на связи. В Бавруйске запущен специальный чат-бот. В Телеграм может написать каждый житель с любым интересующим вопросом, который касается нашего города, и, соответственно, получить оперативный ответ. Чтобы попасть в чат-бот, нужно отсканировать QR-код. Он размещен на сайте Бобрлайф. Или перейти по ссылке «собака фидбэк» нижнее подчеркивание «гип» нижнее подчеркивание «бот». Вкусная и точка. 35-я школа в числе финалистов областного конкурса «Здоровое питание с детства. Благополучие в будущем». И это неудивительно, ведь в учреждении образования о сытом завтраке и сбалансированном обеде знают не понаслышке. Итоги подведут уже на следующей неделе. О дегустации мнений маленьких экспертов Юлия Вернер. 35-я школа в почётной тройке финалистов областного конкурса «Здоровое питание с детства. Благополучие в будущем». Насыщенная визитная карточка – часть вкусных состязаний. И здесь учащиеся и педагоги удивляют креативным подходом. Бобруйский номинант на звание «Лучшее учреждение образования по обеспечению обучающихся питанием и формированию культуры и навыков здорового питания» все силы прикладывает, чтобы ощутить незабываемый вкус победы. «Этот конкурс начался ещё в марте месяца 2023 года. И мы с большой ответственностью подошли к участию в этом мероприятии. В положении было прописано, что повара даже должны пройти курсы квалификации. И наши повара, наши учреждения образования, они справились с этой задачей и все они имеют соответствующие корочки». Неотъемлемая часть честной оценки – дегустация фирменных блюд. Биточки по-белорусски, творожные пончики, рыба в сыре жареная, пицца большая школьная. От разнообразия разбегаются глаза. Учащимся не только интересно, но и вкусно. Презентация их деятельности в части организации питания очень порадовала членов жюри своим разнообразием, своим креативом, своим подходом к организации питания. Видно, что слаженная работа коллектива, команды, учреждения, образования. Итоги будут подведены на следующей неделе. И я думаю, что в преддверии новогодних праздников награды и заслуженные призы найдут своих обладателей. Думаю, что главная награда будет в городе Бобруйске. В качестве питания сомнений нет. Сбалансированный и здоровый рацион здесь в приоритете. Меню постоянно пополняется новыми лакомствами. По QR-коду ребята могут познакомиться с технологией приготовления. Главные эксперты – школьники за обе щеки уплетают сытный обед и в унисон подтверждают – в столовой вкусно. Самое любимое блюдо – салат из морской капусты. Дополнять его стараются чаще всего мясным блюдом и картофельным пюре, чтобы это было сбалансировано, чтобы было витаминно. Всегда кормят чем-то вкусным, но мне особенно нравится, когда нам дают курицу, капусту дают, такую тушеную капусту. Очень вкусно получается. В столовой мы идем после уроков всегда с радостью, потому что поесть вкусно можно всегда. Персонал тоже хороший, отзывчивый. Отдельного внимания достоин буфет. Полки усыпаны полезными и сытными продуктами. В ассортименте есть буквально все – свежая выпечка, сочные фрукты, молочные коктейли и вкусные соки. Голодным остаться просто невозможно. Юлия Вернер, Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Не пропустите! В Бобруйске пройдет тетрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В субботу в 16 часов сказочные персонажи будут ждать жителей и гостей города на Социалистической. От театра драмы и комедии волшебная колонна отправится на Максима Горького и финиширует на площади Ленина. Сопровождать героев в костюмах будет украшенная техника. По предварительным подсчетам это будет самое массовое шествие. 147 пар Дедов Морозов и Снегурочки, а также другие участники театрализованного шествия – около 310 человек. Мы все ожидаем, что это будет очень интересно, незабываемо и приглашаем всех жителей нашего города, а также гостей, полюбоваться этим зрелищем. Кульминацией сказки станет торжественная церемония заживания огней на главной елке города. В 17.15 зеленая красавица засияет тысячами разноцветных огней. Горожан ждет много сюрпризов. Скрасит вечер и праздничный концерт новогодняя феерия. Сожигательные песни будут звучать до 7 вечера. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok